Актуальный разговор Время нас посетить Тему вот такую мы задали Про партнерские финансы хотим поговорить Тема среди прочих финансовых Была довольно популярна в Татарстане В течение этого года Активно она обсуждалась Говорили много про партнерские финансы Но все равно вопросов тоже много осталось Потому что кто-то интересуется Не знает подробностей Кто-то в теме Давайте сегодня разъясним На пальцах что называется Во-первых, что такое партнерские финансы Чем они принципиально отличаются Эти инструменты от других банковских Традиционных, понятных нам И насколько сегодня это популярно Распространено в целом Как правило Под партнерскими Понимаются финансовые продукты Основанные на принципах и нормах Ислама Партнерские финансы достаточно широко Распространены в мире В основном они получили распространение В арабских странах Странах Юго-Восточной Азии и Африки Причем в отдельных странах Финансовая система полностью строится На партнерских принципах По различным оценкам Объем активов партнерского финансирования В мире составляет до 4 триллионов долларов США Что касается принципов То есть отдельные принципы Которые существенно отличают Партнерские финансы от традиционных Но с точки зрения функционала Они решают те же самые задачи Что и традиционные финансы То есть это Прилечение финансирования Или размещение средств Про это отличие вы говорите Этих самых принципов Которые в основе лежат А в таком случае Хотелось бы поподробнее Что можно, чего нельзя В партнерских финансах Во-первых Запрещена деятельность Связанная С финансированием Производства и реализации Например Алкоголя Табачных изделий Букмекерская деятельность Азартные игры Во-вторых Отношения В партнерских финансах Строятся не по принципу Кредит-трудолжник А на основе партнерства То есть Например Если в классическом Кредитовании Банк выдает предпринимателю Кредит на развитие бизнеса То предприниматель В соответствии с условиями договора Будет платить банку проценты Которые предусмотрены в договоре И эти проценты никак не будут зависеть От результатов деятельности предпринимателя Прибылен его бизнес или убыточен В случае же партнерских финансов Организация, которая финансирует предпринимателя Разделяет с ним риски убытков Следующий момент То, что в партнерских финансах Запрещены контракты С высокой степенью неопределенности Когда исполнение контракта Зависит от каких-то случайных обстоятельств Например, договоры страхования Или производные финансовые инструменты Например, фьючерсы, опционы Следующий момент То, что в партнерских финансах В отличие от традиционных Объектом являются не деньги А реальный актив То есть для того, чтобы получить прибыль Нужно либо совершить операцию С реальным активом Либо вложить средства В реальную экономическую деятельность Ну, еще один момент То, что в партнерских финансах Нет штрафов, пений, неустойк В классическом их понимании В этом году, я знаю, был принят закон Касающийся партнерских финансов Что он привнес, о чем он Что изменилось принципиально Как это, быть может, поможет Исламским финансам, партнерским финансам Прижиться на нашей почве Что изменилось Вновь принятый закон Ввел в правовое поле Понятие деятельность по партнерскому финансированию И установил требования Для организаций Соответственно, партнерского финансирования Определен надзорный орган Это Банк России Кроме того Принятие закона Положительно повлияло На рост числа клиентов Организации, которые Оказывают услуги партнерского финансирования В свою очередь Мы видим рост интереса Со стороны органов власти И средств массовой информации Я знаю, что В законе определены Как пилотные регионы Где будут проходить этот эксперимент Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагестан Четыре пилотных региона В чем цель этого эксперимента Конкретно с участием этих четырех регионов Какие выводы по итогу будут делаться Какие параметры будут оцениваться И что будет считаться Успешным прохождением эксперимента Основные задачи закона Это выявление и устранение барьеров Которые препятствуют развитию рынка Партнерского финансирования И отработка подходов к регулированию Данного направления Что касается критериев успешности То их только предстоит разработать Действительно, мы только в самом начале эксперимента И согласно закону Правительством России 15 ноября Принято решение о создании экспертного совета И основной задачей экспертного совета В том числе является и определение критериев Успешности эксперимента И я полагаю, что такие параметры Как количество участников Количество клиентов Количество и объем сделок Вполне могут быть рассмотрены В качестве, скажем так Потенциальных критериев успешности Проведения эксперимента Я знаю, что вы тоже вошли в экспертный совет То есть получается, эту задачу нам Вам, нам, Татарстану, в том числе Предстоит решать Да, в состав экспертного совета Вошли представители органов власти Регулятора, в том числе ваш покорный слуга Представители духовенства Представители научного сообщества Экспертного сообщества И все участники совета Будут работать над тем Чтобы эксперимент состоялся Выработаны были критерии его успешности И, соответственно, по итогам эксперимента Были сделаны определенные выводы Но эксперимент только в самом начале Как я уже сказал, пока делать предварительные выводы Еще рано мы в начале большого пути Какого большого? Сколько продлится эксперимент? Эксперимент стартовал 1 сентября текущего года Продлится 2 года до 1 сентября 2025 года Вы сказали, что Банк России определен надзорным органом Стало быть, он, видимо, должен будет выработать Какой-то реестр организации участников Этот реестр уже есть? Ли создан ли он? Сколько в нем этих организаций? Ждут ли пополнения? Расскажите про это Да, действительно, в соответствии с принятым законом Банк России ведет реестр участников эксперимента Организации партнерского финансирования Реестр абсолютно публичен И каждый желающий может посмотреть на нем информацию Реестр размещен на сайте Банка России На сегодняшний день в реестре 4 организации В том числе 2 из Татарстана Кроме того, ряд заявок компаний Находится на рассмотрении Банки России В том числе и несколько заявок от организации Республики Татарстана Кто потенциальные получатели таких услуг? Только ли люди религиозные? Только ли для них все это то, о чем мы сегодня говорим? На самом деле партнерские продукты доступны каждому Независимо от вероисповеданий и убеждений Более того, хотел бы отметить Что пользоваться продуктами тех компаний Которые вошли в реестр Могут не только жители 4 пилотных регионов Но и жители всей страны То есть законом предусмотрено то, что Участник эксперимента может стать компанией Зарегистрированной ведущей деятельности на территории пилотного региона Но по клиенту, по месту его размещения Никаких ограничений законом не установлено Что касается непосредственно клиентов То, наверное, две такие категории клиентов Первая — это те, кто в силу своих религиозных, этических убеждений Им классические традиционные финансовые продукты не подходят И они не идут ими пользоваться А вторая категория — это те, у которых нет определенных убеждений Но, тем не менее, отдельные особенности продуктов партнерского финансирования Им подходят больше, чем традиционные Например, вот то, о чем я говорил Возможность разделить риски убытков с партнером Да, это интересный очень момент А давайте, если поговорим про обычных граждан Професс-лиц, например Самая понятная она сегодня, наверное, многим понятная Ипотека, допустим Ипотека вот по этим стандартам Она чем принципиально отличается от обычной, понятной нам ипотеки? Разница как раз-таки заключена в принципах партнерского финансирования То есть при классической ипотеке в центре внимания являются деньги То есть объектом сделки являются деньги И клиент получает деньги под залог недвижимости То в случае партнерского финансирования Банк может выкупить объект недвижимости Продать его с наценкой клиенту Причем размер наценки и стоимость контракта Будут оговорены в соответствующем соглашении И в дальнейшем не подлежат пересмотру Есть и другой вариант При котором организация финансирующая Совместно с клиентом инвестирует Приобретение объекта недвижимости И соответственно клиент получает в пользование долю жилья Которую на балансе банка А по невыкупленной части постепенно проводит платежи Скажем так в рассрочку Интересно Сегодня можно такую ипотеку уже взять? Вот сегодня у нас Да У заявившихся наших организаций Да На сегодняшний день в Татарстане уже есть организации Которые предоставляют услуги Вот по двум видам контрактов Которых я сказала Когда говорят об ипотеке Особенно если ее берет семья с детьми Стало быть у них есть сертификат о материнском капитале Вот часто вопрос встает о том Как бы этим материнским капиталом покрыть часть ипотеки Возможно ли это, если мы говорим об ипотеке Вот с использованием партнерских финансов Можно ли маткапиталом покрыть свой долг? Я знаю, что еще недавно там были серьезные ограничения Что сегодня? Да, действительно У организации партнерского финансирования ранее были ограничения И воспользоваться материнским капиталом при приобретении объекта недвижимости Можно было только по достижению ребенка возраста трех лет Но принятым законом и благодаря активности правительства Кульки Тарстан Соответственно внесена норма, при которой кредитные организации При продаже партнерских банковских продуктов Соответственно дают такую возможность клиентам И воспользоваться сертификатом на материнский капитал Возможно сразу после рождения ребенка И соответственно получить сертификат Это приятно Так, а что с ценой объекта? Вы сказали, что в ипотеке по партнерским финансам нет процентов Что банк может эту квартиру сам купить, выкупить И вот так сказать заемщику дать А заемщик потом будет расплачиваться Но с какой-то своей наценкой Вот не случится ли так, что эта наценка будет такой большой И цена будет такой высокой Что например Ну вот с чем сейчас собственно банк России борется Это вот ипотека от застройщика Когда минимальная первоначалка Когда минимальные проценты Но зато стоимость объекта такая Что вот все это по сути компенсируется И подобная ситуация не возникнет ли в партнерских финансах, в ипотеке? Если говорить в целом про рынок То отдельные особенности и принципы партнерского финансирования Это наличие реального актива Это требования к сделкам Они соответственно все-таки минимизируют такие риски Сам по себе сейчас рынок партнерских финансов Он не такой большой И все участники, все виды сделок, продукты Они под пристальным вниманием В том числе и Банка России И Банк России конечно же смотрит Какие продукты продаются участниками рынка И случаи появления таких скажем так Недобросовестных практик Достаточно быстро будут известны Как рынку, так и регулятору Понятно Какие еще есть продукты? Вот если говорим о физлицах Помимо ипотеки Которыми люди могли бы воспользоваться уже сегодня? В Татарстане активно работают несколько организаций, которые представляют услуги партнерского финансирования И они представляют следующие возможности Первое это контракты Мурабаха То есть это рассрочка Это рассрочка на товары, на оборудование для физических лиц и бизнеса Второй тип контрактов это как раз жилищное финансирование на условиях рассрочки Либо совместное инвестирование Так называемая ипотека жилищная Третий это лизинг по нормам шариата Два банка в республике выпускают партнерские банковские карты Скажем так, соответствующих нормам шариата Для тех, кто желает инвестировать Предлагается возможность заключения договоров инвестирования и паевые фонды Это из того, что уже работает А что, есть что-то такое в планах Что только еще ожидается, что выйдет на рынок продуктов партнерского финансирования Что-то из наметок, планов На самом деле рынок партнерских финансов активно развивается И мы видим, что практически каждый год на рынке появляются и новые игроки И они выпускают новые продукты Сейчас действующие игроки планируют, во-первых, развитие тех продуктов, которые уже наработаны Мы видим и рост интереса к этой тематике И мы знаем, что готовятся новые продукты Например, поручительство и, например, факторинг Это то, что ожидается выхода на рынок в ближайшем будущем Какие вы вообще в целом видите перспективы подобных финансов Партнерских финансов на рынке банковских услуг? Во-первых, однозначно это разовьет, расширит линейку Предлагаемых на рынке финансовых продуктов, финансовых инструментов И повысит финансовую доступность С другой стороны, это привлечет на рынок тех клиентов, которые ранее в силу своих этических убеждений Не пользовались классическими финансовыми продуктами Но еще раз хотел бы отметить, что услуги партнерского финансирования доступны И могут быть интересны всем, независимо от религии, от вероисповедания Спасибо большое Интересно рассказали, очень подробно, доступно Я думаю, нашим следителям тоже было любопытно Давайте подведем итог Еще раз Партнерские финансы в Татарстане работают Мы один из четырех пилотных проектов, где этот эксперимент проходит Он уже стартовал и будет длиться два года Рассчитаны они не только на людей, исповедующих ислам, но и любого вероисповедания Пользоваться услугами могут не только жители Татарстана, например Если мы говорим о татарстанских организациях, не только жители Татарстана, но и других регионов Что еще из важного я пропустила? Очень важно, вы сказали, что не деньги стоят во главе угла А наличие активов, работа с активами, да, ведь это тоже очень важный момент Верно И разделение риска между банком, кредитной организацией и заемщиком Это тоже очень важно, это принципиальное отличие Собственно говоря, поэтому они и партнерские Потому что отношения основаны на принципах партнерства Спасибо большое Спасибо, что были сегодня с нами Спасибо за интересный рассказ Удачи вам, успехов в вашей работе и в жизни С наступающим Новым годом Спасибо, с наступающим Новым годом Это была программа «Актуальный разговор» Мы сегодня обсуждали партнерские финансы И выясняли, что это такое и как это работает